Занятие по Слову Твоему Святому. Помоги Господи, чтобы Слово это наставило нас, умудрило для спасения наших душ. Чтобы мы наследовали Царство Небесное и помогли еще многим людям прийти туда, к Отцу Небесному. Глядя на нашу жизнь, чтобы мы были настоящими светильниками. Чтобы люди прославляли Отца Нашего Небесного. Слава Отцу Сыну и Святому Духову. Аминь. Послание святого апостола Павла к римлянам. 12 глава. Продолжаем. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы и многие составляем одно тело во Христе, а порозень один для другого члена. Толкование. Примером тела и членов не излагает великое возношение высокоумия. Тело одно, но имеет различные члены, совершающие различные действия. Так точно и мы, верующие, составляем одно тело во Христе. Как в главе, а порозень мы один для другого члена. Не только малый для большого, но и большой для малого. Итак, не превозноситесь друг пред другом, как члены. Как члены вы имеете нужду друг в друге. Господь так садил церковь свою святую. И видим, что когда Господь создавал церковь, это Матфея 18 глава, 16-18 стихии. И он апостолу Петру об этом говорит первый раз. И потом дальше там продолжение идет. И он говорит о том, как нужно в церкви обличать. И там не говорится, что это будет Петр кого-то обличать. Или кто-то высший там из учеников его. А вообще говорится о членах церкви. То есть, уже тогда предположение было. Но не предположение, а Господь сказал конкретно, что будут в церкви люди грешить друг на друга. И говорит, если брат грешил против тебя, то выговори ему один на один. Потом, если, помните, два или три свидетеля должны быть. Опять же, если он нет, то тогда перед сеть церковью. Перед сеть церковью это говорится о том, что должен быть и пастырь. То есть, вышестоящий кто-то. И тогда, говорит он, если он не покается и не примет, то будет он тебе как язычник и мытарь. То есть, это уже разделение. Вот из этих нескольких предложений мы можем видеть, как должна строиться схема церкви Христовой в действии. Можно ее увидеть. То есть, и главное, почему-то сказано про обличение. Но мы видим, видите, и тут же сразу сказано, не только малый для большого, но и большой для малого. Почему? Мы видим опять же, первый вопрос, который ученики задают Христу, это, а кто больше? Кто больше из нас? Ну, то есть, кто наследует царство-то точно уже, сто процентов? Кто может встать по правую сторону от тебя? Кто может испить чашу? Чашу-то испить, говорит. А вы чашу, говорит, можете испить, которую я пью? Можем, отвечают они. А это чаши страданий. Они даже не поняли, о чем идет речь. А другие подумали, эх ты, мы-то первые не успели Христа спросить. Мы бы тоже сказали, что можем чашу сушить. Мы сейчас по два стакана выпили чаю. И ничего. А можно было и третий еще с кипяточком, да с вареньем. А разговор-то шел о духовном опять. И апостолу Петру, когда Господь говорит о церкви, это же все на духовном уровне. Но, как бы мы какими духовными ни были, человек дуалистичен. Душа и тело. Душа иногда называется дух. Дух, душа и тело. Да, дух, душа и тело. Один раз написано такое, остальное написано душа и тело. Или дух и тело. То есть, всегда есть материальное и всегда есть нематериальное. То, что за грани видимого, сакральная, так сказать, часть. И она присутствует и в церкви тоже. Мы сегодня это видели при причастии. То есть, материально подходили, брали причастие, принимали. А духовно все это внутри, как это отражается. И только один, говорит, человек сам знает. Господь знает и сам человек, что он в душе у человека. И поэтому апостол Павел говорит, исследуйте сами себя. То есть, вот все это, опять же мы приходим к одному, что человек должен быть рожден свыше. Евангелие от Иоанна, третья глава. Родиться от воды и духа. И Христос, когда проходили они по Самарии, когда они сказали, что вот тебя не принимают, давай, Господи, мы сейчас огонь с неба не заведем. Они могли снизвести. Апостолы, они знали, что говорят. А Господь говорит, вы не знаете, какого вы духа. И сегодня проповедь была о смирении Господнем. Как бы Господь показывает своими всеми поступками. Сам Господь так никогда не говорил в Евангелии. Почему есть у нас и такое страшное общество, как так называемые свидетели от имени Его? Потому что Христос нигде не сказал, я Бог. Нету такого. А вот то, что Он говорит, я кроток и смирен с сердцем. Так из этого-то и можно заключить, что Он Бог. Кто еще может так смириться? До смерти, говорит, и смерти креста. До таких страданий. Я, говорит, рабу в матери себе взял. Рабу. Престую Богородицу. Ну, нашу заступницу. Честнейшую Херувим и славнейшую Бессравнение Серафим. Он раба. Раба, то есть, она рабу взял. Он не в этом плане сказал рабу. Не рабу Божью Он взял. А рабу, то, что плоть. Тленная все это. Прах. Он прах взял в матери себе. Христос. Смирение. Да. Вчера такой был разговор. У нас Володя там лежал, который парализованно, Игнать еще ходил к нему на беседу. И вот это Света и его жена. Ну, и говорит, ты куда? На вечерю бежишь, наверное. Она так со мной. Я говорю, а нет, это в пятницу. Я говорю, в пятницу у нас нет вечерей. И у нас не вечеря, а у нас вечернее богослужение называется. А вот она, а как вы принимаете хлеб, воду? Там она так, это самое. Я говорю, а мы хлеб, воду не принимаем. У нас идет и... Аня, там говорит, вино и хлеб. Я говорю, вино и хлеб мы не принимаем. Мы принимаем кровь и плоть Христову. Ну, так же это так написано. Я говорю, вот мы как принимаем же, вот мы тоже вечеря, и мы принимаем это. Я говорю, ну, у вас нет ни священства, ни таинства. Вы так и принимаете. Вы принимаете вино и хлеб, а мы уже... У нас таинство, у нас священник, а у вас этого нет. Она так... Я говорю, вот как оно у вас есть, так и есть. А у нас совсем по-другому. Вот она сама задала мне вопрос такой. Видно, у нее душа-то, вот мы иногда так встречаемся. И душа у нее так... И она вот эта вот не знает тайну вот этого невидимого и грани, как вот о чем мы сейчас ведем речь. Она эту тайну не знает и не дано видно знать. Хотя она первая уверовала через Слово Божие. У нее была встреча со Христом. И у нее есть благоговение перед тем, что перед Богом. И она вот Слово Божие любит. Но вот этой грани, вот как раз этого тонкого, этого таинства, она не знает этого. На третьей ступени нет. Да, я сказала, я вот тебе говорю, нет перед освящения, у тебя нет. Но она так задумалась, но ничего не стала говорить. И вот такая ситуация, я думаю, как раз этого тонкого, тонкого духовного состояния, которое могла она с этим знанием употребить вот то, что они принимают в вечеринку. У нее как раз нет. Да, давайте тогда еще сейчас вернемся опять мы к стиху, этому четвертому и пятому стихам, 12 главы послания к римлянам. И посмотрим еще. Тут разговор идет о членах тела. Но на сегодняшний день, если перевести у нас все, то иногда люди, ну вот мы знаем по опыту нашему, очень просят в церкви, чтобы священники дали им познание о церковной жизни, о церковной деятельности. То есть людям, люди понимают, что церковь, некоторые люди, верующие, ну даже в православии как раз и про это говорим, что они понимают, что в церкви должна быть жизнь. Ну людям нравится, и в воскресенье, ну допустим, взять вот Валентину в Германии, и вот ей нравится обучение, и еще много есть людей, которые, ну я не говорю о нас здесь, которые за пределами даже нашего круга, им нравится учиться, нравится, ну что-то делать. И вот у меня мама, она там все время батюшку подкармливает. Ну то есть что-то люди хотят делать для церкви. А священники говорят им, для вас достаточно того, что вы причащаетесь, исповедуетесь. То есть заканчивается. Заканчивается на этом, заканчивается вся деятельность. И люди, естественно, приходят в праздное состояние. То есть действительно их окормляют. Слово окормляют имеет значение, самое главное значение. Окормить, это значит отравить. Или перекормить. Но это то же самое. Мы знаем, что самая здоровая пища, если ты переел, становится ядом для человека. И многие даже умирают от этого. Поэтому вот это самое перекормление называется, окормление. А должна быть жизнь. Вот тут об этом и говорится о жизни в Церкви Христовой. И дальше мы сейчас будем об этом читать. Мы к этому будем возвращаться постепенно. И места Писания будем вспоминать, где говорится об этом. Вот 6 стих 12 главы. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчество и по мере веры. А вот теперь, как бы перед тем, как мы прочтем толкование, комментарий небольшой. А теперь вот как раз говорится об этой жизни в Церкви. Это настоящая жизнь. Вот как мы имеем жизнь в своей, в сфере деятельности своей, когда это, ну, своего тела. Это работа у нас. Потом общение с себе подобными. Обычно это родственники какие-то или хорошие знакомые, которые, ну, имеют покладистый характер, и на нас сильно они не ругаются. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть то, что, ну, там, какие-то праздненства вместе там встречаются, и так далее. Ну, то есть мы попадаем в сферу этого мира. Попадаем. И очень плотно попадаем. Ну, а теперь глядите. Посмотрим. Сейчас на чем жизнится жизнь людей? Ну, берем жизнь в Церкви и жизнь простого человека неверующего. Это телевизор, это работа. Я думаю, телевизор на первом месте, потом работа. Потому что должно быть какое-то развлечение у человека, во-первых. Грелища должны быть. Потом труд, потому что он же должен кормиться обязательно. Вначале труд, конечно. Ну, да, это у нас должно, это у нас, у христиан так. А у них, на первом. И потом уже там, ну, все остальное, там, какой отдых, там, постоянный и так далее. Все. А что должно быть в жизни Церкви? Мы зададим вопрос, допустим, сегодня епископу Максиму. Ну, очень мы хотим потрудиться в Церкви Христовой. Не просто, как, допустим, вот, как трудятся у него ученики. Они ученики в духовной семинарии. У них есть катехизационный отдел, миссионерский называется он. Мы очень радуемся. У нас сердце даже горит. О, миссионерский. Как бы мы хотели с ними поучаствовать? Чем они занимаются? Они ездят на экскурсии в различные деревни, там, в населенные пункты. И расспрашивают людей. И там архивы смотрят, там, где что можно. О деятельности Церкви в этих местах. Если где-то была Церковь, они начинают раскопки. Раскапывают, докапываются. Иногда даже плиты откапываются. С именами священников, когда они захоронены. Все это печатается, об этом все говорится. И целые у них конференции собираются по этим миссионерским катехизационным поездкам. Дальше. У них есть детские православные лагеря. Вот смотрим и фотографии, читаем, о чем там говорится. Чем они занимаются? Начальная военная подготовка это у нас называлось. То есть стрельба, метание гранат, игра в волейбол. Но только перед этим они еще со священником там кратко молятся. Но они же дети. Ну а дети уже довольно-таки взрослые, 12 лет. Кто участвует, конечно, в этих поездках? Там какие-то специальные педагоги. Да, простые педагоги, вообще образовательные, естественно, спортивные в основном. Ну и те, кто, какие там, женщины, которые рядом при церкви, там, в воскресной школе занимались. Не более того. Ну это я могу на примере сказать, вот у мамы, или вот я здесь ходил, в Покровский собор. Женщина сидит, достает что-то, начинает читать. Что она читает? Она сама не знает. Вопрос задаешь, она ничего не знает. Совершенно. Как можно научить ребенка, самому, будучи неверующим, это для меня пока остается загадкой. Будет ли это? Это мы разговариваем о деятельности, которую проводят. Ну так это же духовные семинарии, на это выделяются средства какие-то, деньги. Как заняты люди, как люди трудятся. Ведь тут написано, малый для большого, большой для малого в церкви должны быть члены помощниками. Как в теле человеческом. Ну в теле-то все понятно. Мне же, допустим, я не хочу просыпаться утром, на работу надо идти. Я же не могу голову отстегнуть, которая говорит, я хочу спать, а тело пошло. Нет. Начинаем помогать себе. Как? Сбросил ноги, открыл рукой глаз, потом холодной водой плеснул, там что, сполз. Ну в конечном итоге ты помог себе. Маленький пальчик, он помог тебе стать такому большому. 100-килограммовому человеку. И пойти куда надо. Какое-то местописание вы разбираете. Да, мы разбираем 4, 5, 6 стихи римлянам, 12 глава. А о чем там? Ну здесь говорится о членах в теле и церкви также. Ну и вот тут так говорится, что... И порознь один для другого члены. Я вот хотел Надю спросить, Надя Жирановна, Польгуевна. Вот ты припомнила занятия. Это как раз мы члены друг другу. И там задали вопрос такой. Я ответил, я конечно не могу помнить это. У меня только опубликовано 4124 вопроса. Тем более, что это ты задала. А как ты понимаешь? Вот если этот вопрос задали апостолу Павлу, как бы он ответил? Какой вопрос? Как победить гордость? Я этот вопрос задала, потому что я не знала на него ответить. Ты теперь знаешь. Тогда ты не знала. Не я, а Павел стоит за картера. Апостол Павел из Тарса. Что бы он ответил, ты думаешь? Не знаю. Ну как не знаешь? В Писании это что-то он же говорит. Отвечать его словами, не выдумывать. Которые он уже ответил. Я же не говорю, что на это ответил бы Варфоломей. Потому что от Варфоломей нет ни одной буквы. Но Павел, 14 посланий. Об этом он все-таки говорил или нет что-то? Игнатих Иванович, я не помню даже, что он ответил. Я не помню из Писания. Честно говорю, я не помню. Я не знаю. Да помните, просто забыла. Он про гордость говорил. Он про гордость говорил. Он про гордость говорил. Себе узнать что-то? Или какой-то смысл преследовал? Просто, Игнатих Иванович, вы рассказали про себя, что у вас есть гордость. Вы это заметили сами. Или кто-то вам сказал. Я не знаю. Но я вот это очень хорошо запомнила. Еще когда мы с Наташей. А вот Давыд, он написал псалтыр. Самая большая книга в Библии. И ты псалмы дома читаешь? Да. Что он об этом сказал? Ну я не могу все помнить. Да я не все спрашиваю, а конкретно по вопросу, который ты задала. Он тебя тревожил. Естественно, ты должна была начать искать ответы. Другое дело я ответил. Но ты должна найти подтверждение. Я не оракул, я не такой человек, который все получает. Я живу из Библии. Я просто библеист. Да. Я вспомнила, почему вот эту вот фразу гордость надмивает. Потому что у меня записано, кстати, вы начитывали на пленку, Соломона. И у меня это начитано, я поэтому хорошо это запомнила. Так, теперь я вопрос задаю сейчас, да, вы скажи. Стояла на кафедре ты, вот сегодняшнем какая ты есть, прошло все-таки не два года. Что бы ты на это ответила? Вопрос конкретно к тебе поставленный. Что бы ты ответила? Как победить гордость? Что в тебе есть, ты сама чувствуешь? Как нужно правильно ответить? Так, чтобы соответствовало действительности, а не реакции людей? Вот, Игнат Тихонович, вот этот вопрос, почему я запомнила, у меня памяти не совсем хорошая. Я очень много чего забываю. Я не могу тебя вывести на эти разрешения. Да, но почему я вот это вот запомнила? Потому что у меня вот это было записано, премудрость Соломона, вот эта фраза, гордость надмивает, она меня вот сразу поразила, как только я ее услышала. Так, а как ты считаешь, для гордости нужно какое-то основание, чтобы человек мог этим гордиться? Это слово гордость относится ли к рабам? Бывают и рабы, Эзоп был раб, он был очень мудрый. Я вполне допускаю, что он тоже имел надмение. И раз Бог сказал, что гордость надмивает, значит так оно и есть. Ну как ты понимаешь, это основание для гордости какое-то должно быть или просто на пустом месте человек гордится и все? Игнатий Иванович, ну это и так понятно, речь идет о ваших колоссальных знаниях. Нет, сейчас не обо мне речь идет. То, что вам Бог дал такую верность. Нет, ответите от меня, меня нету. И задает вопрос Сергей Купков. Хорошо, пусть будет. И он говорит, для основания, чтобы человек гордился, должно быть какое-то основание. Или не на чем он просто стал и гордился, ну как гордился, нос поднял кверху или залез на второй этаж. Как понимаете-то? Я хочу вам понять, что задуматься надо, надо вопросом-то. Игнатий Иванович, гордость бывает даже, вот как я поняла, из ваших книг, из Библии. Ну в основном я поняла, это и из жизни я поняла, что гордость из ваших занятий в основном. Вот я очень любила ходить на ваши занятия. Но вы должны как-то проявляться или человек должен это осознавать? Или никак? Просто привыкнуть и говорить, что да, все грешен батюшка и все. Нет. Или есть признать ее найти и начинать бороться. Гордость, обычно человек ее не замечает за собой. Он обычно ее не замечает. Это настолько скрытый этот паразит, что его сам человек никогда не замечает. Пока ему не скажет кто-то. Знаешь, об одном грехе святые спрашивают, они говорят, это такой термин, который как не бросит колючко кверху. Да, да, именно так. Если я скажу, что нет, то сразу вот это и гордость моя, что ты не сознаешься. Если сказал, есть, а какой же ты христианин, который тебе гордость. Колючко все время. Вот говорит, я не пощуся. И совесть все время слой. Да какой же христианин, пощуся, а я пощусь больше, чем другое. Они там подсчитывались. 40 дней поисей. А поисе 70 дней не пил, не ел-то. Вот тут оно и подходит. Должно быть хотя бы маленькая какая-то зацепка для этого-то. Сегодня у людей даже для гордости основания нет, еще не делают. У них даже основания нет для гордости, никакой. Просто плывет жижа какая-то и все. Игнат Игоревич, можно, да? Я еще запомнила вашу фразу с занятий, когда вы сказали, что гордым может быть даже... Да, есть люди, которые гордятся даже заплатками на своих одежде. Нужно их не гордиться тоже. Да, есть люди, которые гордятся даже заплатками, дранью своей. Ну это... Чем именно, я спрашиваю, гордиться конкретно? В основном гордятся какими-то своими достижениями. Ладно, ты о себе не знаешь. Муж у тебя гордится? Бывает, что чем ты гордишь. Чем? У него основания есть для этого? Есть, у него очень хороший след. А как ты узнала, что он просто специалист или он должен выговорить? Я ничего не понимаю. А уже сказал специалист, значит, он действительно специалист. Я просто сама знаю, что у него все в руках ладится. Он за что не возьмется вот с железками. У него все буквально за какие-то минуты все получает. У него основания есть для этого. А в чем эта гордость проявляется? В дело налево. Понимаете, вы ни один не можете ответить. В общем, дело, вы никогда не задумывались. Не знаю. Гордость, как правило, принижает другого. В гордости заключено превозношение. И основания для этого какое-то есть. Но несоразмерное с этим. Когда говорят, откуда появился грех в мире. Заметьте, сколько святых отцов, сколько было пророков, никто не указал. И только Иоанн Златоуст говорит. Причина – гордость. А откуда он узнал? А говорит, не ставьте молодых, чтобы не подверглись нареканиям, не подпали осуждениям вместе с дьяволом. Гордость не подошла. И вот из одного стиха он выводит, что это причина. А что, сяду среди богов, буду подобен Всевышнему. Вот какое. Я в то время, в советское время, еще насчитал Златоуст. Это 64 пленки. 64. 8 часов 20 минут каждая. Ну и, естественно, приезжая из монастырей, Пюхтинский, с Эстонией, отовсюду. Ну, нигде этого не было тогда. Это звучало просто. И вот я зашел к священникам. И что, они как-то помогли? Нет. А вот мы думали уже о вас. А к вам гордость не подходит, что вас сейчас от Австралии слушают. Я говорю, у меня зуб сегодня с утра болит, рвёт, не знаю как. И для меня в Австралии про меня написали хорошую статью и снимки. Меня не касается. У меня зуб болит. Чем гордится плоть надмивается? Ты мгновенный на земле. Если гордость, она в чем-то должна проявляться. Они, то простите, христи, 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 по-старабрящески. Конкретно должен знать, назвать, где топор утонул, как при Елисеи было. Что-то топор всплыл. Гордость. А какая она? У меня была, а к вам зло подходит? Гнев. Гнев. Я говорю, трудно усынить, но подходит, конечно, где-то. А вот, вот, наконец-то. И кто как возрадовалась, это Галя. Потеряльки. Вот видите, вот видите, то есть, ну, я человек. А где ты теперь? А где гнев был? Да рядом валерина спала, а Виталий совершенно не смотрит за собакой. А у меня окошко открыто, я, ну, там, метров 20 до собак. Она лает, я не могу заснуть. Я очень, я сторож, и щутки в этом деле был. Я встал, взял пруд, ее хлестанул, и она в каюсть залезла. Ну, не с улыбкой же я ее хлестал-то. И она залезла в конуры и больше не лаяла. Она остыла немножко, но все равно она все-таки вот. Да как это? Да мы во всех грехах каемся-то. И вот, заметьте, который сегодня читали, он стихи набрал, Володя, он ни одного места к себе не относит. Я 50 лет верующий. И я ни одного места, из которого он набрал, 7 мест, я ни разу никому не отнес. А он о гордости даже не думает, она прет из всех щелей. Вот тут-то из щелей говорят, я проповедник по всему Союзу, за рубежом, И ни разу, в упрек конкретному человеку, ни одно место писания не применил. А почему? Да он в первую очередь ко мне относится. Все писание Богу духовное, но у него нет, он все собирал, собирал, где есть. Но только он к этому не относится. Вот это его беда, он даже не понимает, что пишет. Я все принимаю. В каждом стихе, обличении, что он говорил, я тружусь 50 лет. И мало что успел. А для людей видно, люди даже не верят этого. Когда я вернулся из заключения, я спросил, вот в этом здании Краевого суда суд был, скажите, как со стороны-то я выглядел. Понимаете, мы выходили и говорили, какой бесстрашный человек, как он с КГБ разговаривает. Мы, говорит, вот так сидел там в зале суда, говорит, когда показывали фильм «Причувствие», тогда была Юдина, это Зоя Павловна, и она, говорит, я сидела, мы, 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 так зубы, говорит, стучали рядом с мужем. Я говорю, в зале меня арестуют за то, что такой фильм показывают. Как я, я говорю, так было? Да. Всем видно было, насколько вы муж остановили. Я говорю, у меня каждая жилка содрогалась. Я сидел и трепетал, как заяц. Они могли дать другую статью. Не 191, а 70. Но это было скрыто. У меня руки дрожали. Я сидел вот так вот, у меня руки дрожали. Я ничего с собой не могу сделать. А никто этого не видел. Златоуз говорит, когда ведут человека, он даже сознание теряет. Бог за это не судит. Он судит за результат. Я не отрекся, никого не заложил, никого не выдал. Провел все как надо. Но я боялся. Я по природе такой. Я десятки раз высчитываю, смотрю, и, как правило, лучше не задевать. Я тут что-то собрал вот эту трагедию его. Но через это письмо он как бы вышел. Меня сейчас здесь вышли. И Севастин говорит, а если я отферокопирую это дело, поставить бы там... Я говорю, а куда же поставить-то? А у вас на форуме есть тема старообрещенства. Это уже, видать, оттуда. Ну, точнее, он зять этому Владимиру. Владимирова дочка за ним, понятно. Ну, не знаю, как он относится. Я говорю, пожалуйста, ну, может быть, приличнее было бы вы бы выставили. А то я выставляю на своем материале. Это как-то уж совсем воняет. Дальше некуда. На вас воняет, не от меня. Что вы на меня гадите? Я вашу бревотину собираю и себе в дом в сосуд наливаю, и теперь на тарелке расставляю. Ну, вы понимаете, что? Ну, раз так хотите, все, давай. Давай, он говорит, а можно электронную версию я скину? Снимай. Я сегодня выставлю все. Сейчас, в данный момент, пока мы сидим, уже в YouTube выставляется вот этот разговор с ними. Уже сейчас идет. Сейчас он на две части, сейчас через часок сбегаю, переключу, и пока поедем, вернемся, уже все стоит в YouTube. YouTube это на все континенты. Они не понимают, какие последствия здесь могут быть. Они не знают. Они не то, что не духовные, а антидуховные. Да нет, они собрались. Вот для этого, поедем, это, для рождения. Ну, значит, для рождения был. Другого не было, событий не было. И вы отказались на благовестие. Ну, это правильно я понял? Ну, да. Ну, и все, тогда вопрос решен. Среди вас ни одного нет духовного. И еще, представьте, больше такого случая нету. Мы все села выбрали. Мы идем до находки, до Владивостока. А то же Себастьяну Бог позволил начать в Обск поехать. Даже на удивление всем. Это Бог сделал так. И пойдут они на благовестие? А зачем? Во всем старообряществе. За 380 лет ни одного человека. У них был бы такой. Они бы его задавили сразу, как епископ. Был у них Михаил Канадский, Семенов. Они даже прищечать всем не разрешали. Не то, что слово. Он с ума сошел, и дальше его избили, и это он умер. Экстраординарное пропевство. В Санкт-Петербургской духовной академии. Перешел к старообрядцам. И кончилось ничем. У них был один такой, Семен Дурасов. И он обличение, вот когда был Адриан, он обличение сделал. Они, наверное, вышли все. И он ушел, сам вроде снял, женился и ушел. Я в 11-м томе, у меня посвящен. Я говорю, у вас такие люди один раз в сто лет рождаются, один человек. И они мгновенно уничтожают. Это самопожирающий конгломерат. И они этого не понимают, самое главное. Ну а можешь ты помочь? Нет, не могу. Они на подступах все уничтожают и выжигают. А в православии? В православии есть надежда. Тут были такие обличители, как Зоя Храхмальникова. Ее никто не отлучил. Глеб Якунин, что он говорил? Его запретили в служении. А потом опять приняли. Старообрядчность это немыслимая вещь. А ведь он обличал подряд и патриарха, и связи с КГБ. Его судили, ему 7 лет дали. Сказали, как в эти документы, доклад Фурова, это зам по религиозным культам. Кто дал вам? Скажите только. И мы половину срока вам сейчас сегодня снимем. Он никого не выдал. Он 7 лет в якутских лагерях был. Это не то, что я там на юге был. Они все пожирают, а мы члены друг к другу, считайте. Какие же мы члены друг к другу? Члены друг к другу мы должны легко это простить. Я сейчас пересчитал это письмо на несколько раз, в котором есть. Батюшка еще, батюшка тоже прочитал. Я ни одного места у него не нахожу, которое ко мне бы действительно не относилось. Почему? Я над ними тружусь каждый день. Ищу себя. Ты находишь? Не нахожу в большинстве. Это во мне все давно из пепелена уже было. Господь меня перетирал, переливал из сосуда в сосуд. То тюрьма, то ссылка, то еще только не было. Гонение, везде меня хвосты в гриву, еще только не делают. Газеты, радио, фильмы против меня ставят. Я тертый, а вас никто не трогал. Сидите спокойно. И он все подгреб. Это в тебе есть. Легко соглашаться. Павел говорит, бедный я человек. Кто избавит от меня всего тела смерти? Так тебя охота умереть? Становись к стенке, я стреляю, я тебя избавлю от тела смерти. Так я об этом он говорил. О духовном, плотском настроении это. Доброго, которого я хочу, нет во мне. А что ненавижу, то делаю. Понимаешь как? Пропавленник один говорит проповедь. Говорит отменно. И сестра подошла, она подошла и говорит, Отец Сергий, какую же вы проповедь сказали? Это надо. Он говорит, сестра, ты вторая уже подошла. Я же сразу вас. Я пока на кафедре стоял, говорит, мне сатана уже подошел и сказал это. Что такой проповеди никто не говорил. Это никто не знает. Вот тут он подходит. В любой беседе, где я внезапно нахожу один единственный стих в Библии, он подходит ко мне. Как молния блеснет. А они этого не знают. И это уже гордость. Игнатий Игнатий Игнатий. Это, понимаете, это в такое тончайшее рассмотрение. Вам никогда не войти, если вы не на темный турист. Нам, наверное, погашено. Я сразу склоняюсь. Прости, Господи. Даже в самом малом, в незначительном. А то ставят такие грехи. Я назову такие грехи, в которых вы утопаете. А я к ним не прикасался. Почему? А это плоти касается. На духовном поприще главное не потерпеть поражение. Так ты пал, выходит. Пал. Да, я пал. А зато он говорит, сколько раз пал, столько и вставай. И ты сознаешься, что тебе все, что перечислено, все есть. Ну, нет только того, что там мужеложество, всякие пакости перечисляет Павел. Нету. А остальное духовное, ну, это все и есть. И неблагодарность. Хотя более благодарным, чем я, я даже, может быть, и никого не находил. Мне из свиного корыта дали кусочек хлеба, как ЖНР, когда она просила, там стояла. И я после этого еду еще в другую республику, найти человека, который несла она свиньям, и я попросил корочку хлеба дать, она не дала, а другой дал. Как бы этих людей-то найти отблагодарить? Через десятки, через полвека почти. У меня это чувство с детства заложено в благодарности. И в то же время, считая неблагодарной, я понимаю, я неблагодарен. Я многое-многое не отблагодарил и перед Богом, и перед людьми. Ты начни тонко исследовать, как Агафон делал. Какой бы грех ни назвали, в любом сознается, в одном не сознался, что он еретик. Сразу, говорит, вытерся за убийца, да. Блудник, да. А женщину-то не видал. Не говоря, что там прикасаться. Блудник. А что? Помышлял. И все? Вы думаете об этом? Кто об этом думает? Ни один уголовный кодекс не судит за то, что я думал. А однако он. Так что молиться надо. И тогда Бог покажет. Еще раз говорю, 50 лет я на верхотуре среди всех ветров стою. У меня сектанты долбят со всех сторон. Православные, старобрядцы, безбожники, коммунисты, когибисты. И я ни к одному человеку, даже к Сталину, не написал бы те слова, применяя именно к нему. Никогда. Да ну одно место к Сталину было, разросшееся многоветвистое дерево, я ищу его и не нахожу. То есть его нигде нету. Все. У меня никому нету конкретно, что ты виноват, а только о покаянии. А как это я бы другому говорил? Я даже не представляю, как это. Это, говорит, беспредельное забвение самого себя. Ну найдите это проповедя, чтобы я конкретному человеку и говорил вместо описания, а ты вот это. Даже я не знаю. Попросили сказать по комонам. Я открыл, но я применить боюсь их. Так, пожалуйста. Продолжаем. Толкование читаем на 6 стих. Не сказал, имея дарования большие или меньшие, но различные. Так самым именем смиряет превозносящихся. И не добродетелями называют, но дарованиями. То, что получил ты, говорит, есть дарование Божие, а не твое дело. Это дала тебе благодать. Итак, чтобы смирить превозносящихся, говорит, что это дано Богом и называет это дарованиями. А чтобы возбудить ленивых, показывает, с другой стороны, что для получения дарований и мы привносим нечто. И говорит так. Пророчествуй по мере веры. Хотя это благодать, но изливается не просто, а проливает столько, сколько вмещается суд веры, предоставленный ей. Почему упоминает сначала о пророчестве? Может быть и без особой причины, а вероятно потому, что некоторые превозносились этими дарованиями. Если же превозносились, то почему Бог не лишил их дарования? Для пользы людей и в наставление нам, чтобы мы не осуждали имеющих дарования. И тогда, когда они согрешают. Если я... Совершенно внимательно все следят. Где-то что-то. А мне показалось. Я понимаю, что это страшное состояние потерять свободу. И думать, и хотеть, и не иметь. И быть сломленным, и не сознавать всего там. Я их муку понимаю. Просто понимаю. И в их положении я бы не пожаловал даже лютому врагу быть. Мне еще одно сказали сегодня уже. Наши, которые потеряевки, говорили, это такой лютый у них там священник, отец Михаил. А вот уж в Барнауле-то отец Никола Думанов, а совсем хороший. Ну и они пошли к нему. Ну разреши нам, батюшка, мы ходим в храм, праватюши сидим-то дома-то. Он разрешил им? Да. Не в жизнь. Он понимает, ему мгновенно голову снесут, хоть десятые поколены старообрядцев. Все. И о какой ты свободе, воле говоришь, о чем ты толкуешь-то? Это человек, потерявший понятие о совести, о образовании. Это неверие, полное неверие. Я разговаривать теперь могу только как с человеком неверующим, который, кажется, нахватался верхушек и больше ничего нет. Ты хоть к себе-то примени маленько. А какая у тебя воля-то? И священник. А если епископ будет сметут сразу? На уровне бытового общения не разрешается даже. Кажется, си-то у меня попросить. Или коня поехать. Там все кипит от ненависти. О чем бы ни заговорил Никоньяне, а то Петр. Ну, Песков пишет, Василий Михайлович этот, о природе-то пишет. И он, говорит, встретился с Карпом Осиповичем Лыковым и стал говорить, ну а как вы войну... А что, война была? Да как же, война же была отечественная. Петру проклятие. Это он якшался с немцами. У него больше никуда раз он не работает. Потому что вот это старобрядец. Старовер. И он говорит, а как Никон... И он о Никоне говорит так, как будто он у него за стенкой живет. Триста лет. Никогда никому ничего не прощает. Это люди, подобные дьяволу злопамятные. Да Никон уже давно в районе наслаждается. Как овакуум. Кого проклинаете-то? Кто будет говорить иначе, да будет что... Анафема. У вас все иначе-то. Вы понадобились все, они не понимают. Кто не любит Господа, Маранафа. Они Бога-то не знают совсем. А как без Евангелия знать-то? Так она нужна, Мария, реформа. Но если брать по выходу, то лучше, конечно, реформа. Это реформа. Все-таки люди маленько сдвинулись с места. Что-то узнали. Там Фома Кимпийский тут печатался. Появился добрый священник Иоанн Короштадский. Там ничего это невозможно. А за это время были у них подобные? Не были. А на нас гонения. Да в гонении самые сильные святые отцы были. Киприан Карпагенский когда был? Ириней Леонский когда был? Поликабский Смирский. Там все мученики. Почему они не говорили, что мучение, поэтому у нас еще не ладится? Они наоборот говорили. Писали труды. Переводы делали. Это ничего нету. Их к себе ни одного места не относят. Это какое же состояние духовное? Я вот читаю, баптисты говорят проповедь. У баптистов. А я сижу у них. Сижу в молитвенном доме, сижу и плащу. Я заказал теснопение. Есть место, есть. Господь тебя зовет. Есть место, есть. И последний припев. Нет места, нет. Затворены врата. Аллы нет, она знает как. А я сижу один плащ, они на меня смотрят как. Я воображаю, что я окажусь невошедшим. Проповеду другим сам оказался недостойный. Вот это Бог меня смиряет. А они сидят даже никаких. Я говорю, такой псалом у вас не трогает. Ну, псалом по-баптистски. Песнопение. Даже не один. А я сижу горькими слезами плащу в новосибирской баптистской общине. Мне это близко. Кто бы ни говорил, это меня касается. Считаю неверующую книгу. Так, многого нахожу для меня. Я остановлюсь, похожую. Это про меня все написано. То есть ничего нет. Он написал письмо, и он ни в одном месте нигде нет. Ну, маленько он там не сдержался. Ну, опять же, ты меня навел на это. Он спрашивает, а что, это не первый ролик-то? Правильно, не первый. Первый не поставили ему. В общем, а его нету. Он начал снимать, а шторки не закрыл. И там одна темнота. Ну, минут три-четыре минуты. И просто темноту еще я буду ставить. Там еще нету. А шторку закрыли. А если на свет сейчас снимать будет, а там ни одного человека не видать. А может, что там у Тайона. Я говорю, да, о чем говорил. Я объясняю легко понять. Я говорю, что я толкую, да, чтобы об этом вопрос был. А он вопрос-то, ему не надо этот вопрос. Вопрос задал бы. Молиться умершим можно, видно, все, вопрос закончен. А мне не дал высказать все. То есть под видом вопроса он пришел вылить вот это все, что у него было. И он не мог, приехав домой, и сел. Представь себе. О своем обращении ни одной строчки не может написать по сегодняшний день. А в обращении мне он написал 14 страниц. Это надо писать, представь, каждую клеточку. Выдумывать, пересчитывать, подбирать места. Да, это настоящий труд. Ему хоть диссертацию присваивай. И это он трудился для меня. Да даст ему Господь милость здесь в судне. Вот если они старообрядцы, и у них нет общения с неканьянами. А ведь вот мы когда на Пасху приезжали, вот Татьяна Кузьминична была, я была, Галя Кубайкина. Ведь мы остановились и пригласил нас ночевать к ним он. Мы у него были в его доме, и он приложил все силы к тому, чтобы нам было там уютно. У Владимира, да, в его доме. Он нас пригласил. Мы втроем у него ночевали, он нам предоставил хорошие места. Ну все сделал для того, чтобы нам было у него. Рустинов пригласил неканьян в дом. Ну мы с неканьянами не общаемся. А как он, мы, мы-то неканьяне. А он нас пригласил. У многих приглашали. Да, и мы у него были очень... Он делает это тайно от тех. Понимаете, я тебе скажу, что он добрый в этом вопросе. Но он-то, даже он, он не настоящий старообрядец в глазах старообрядца-то. Он от нас поднабрался всего этого общения-то. Он видит и все такое. Понимаешь, что он пригласил, это другой уровень совсем пригласить. Почему не пригласить-то? И баптисты меня приглашают, я начну, и у них речь идет о внутреннем состоянии, о духовном, о понимании. Вот как. Да, принял, да. Он придет, сделает, отремонтирует. Он прекрасный человек. Но внутри-то еще вылазит-то у него. Это не надо одно с другим путать. Там, где не замешана никак вера. Просто люди приехали, он пригласил. А ты поверь-ка здесь. Вот если вам старообрядца могу говорить, просто, как ловить рыбу, они прекрасные друженики. Как ловить соболей, они знают, показывают. Счастливые люди, там, белку застрелил, это он знает. Но вот я ему сказал, что Христос не учил молиться пальцами, душою. Все. Дружба наша кончилась. Кого же я принял? Он пальцами. А мы молимся двумя пальцами. Они пальцами молятся-то. Им ни мозги не нужны, ничего. Пальцами молятся. Я говорю, пальцами не молятся. Пальцами изображает крестное знамение. А ты что? Христос двумя перстами молился. Ну, что непонятно-то? И ты принял это все, я верю, пожалуйста. Ты отдельно, если ты приехала к Игорю Чернодарову, отдельно, просто так, он прекрасно тебя примет. Но вот он увидел, что его крещение лживое, в единых верах, в единых крещениях, а там ни одного не было крещения, в одно обливание же не написано, в одно. Он тебя близко не пустит, он тебя выметит оттуда и следа не останется. Ты всегда делай какую-то поправку. У меня с коммунистами прекрасные отношения. Я ночую даже у них, но я им говорю, вы пошли за людоедом самым страшным, за Лениным. Он проглотил этот вилл в Вавилоне миллионы. Да вы что говорите? Все, дружба наша нарушена. Ты понимаешь, это внутренне, ты живешь неправильно. Вот этот Маслищ сидел в смертной приговоре, а его дело вел этот, Севастен как раз. И с ним в камере посадили тоже убийство, это 6 убийств, это 5. И он его выслушал, а его Александр, он говорит, Саша, а ты неправильно это делал. Вот этот убил студента, он вообще не виноват тогда. Он ничего не сказал, легли спать. Он ночью его задушил. Шариковые вторички, которые есть, наточил, скрыл грудную клетку, достал сердце, печень и в кружке, которая есть, варил. И стражник только увидел, он рубаху рвет, варит и ест. Только за одно слово, что... А он хороший человек. Руслан, который отрезал голову Григорию, отцу Геннадию Яковлеву, он ходил к нему, спорили еще. Он так и сказал, напрасно ты веришь, твоя жизнь совершенно напрасная, ты веришь Кришне. Все. Он пришел и убил его сразу. Убил и голову отрезал. Вот в чем дело. Когда я старообрядцам говорю, что вот это, что вы делаете, на палец уповаете, на одну букву, это не вера. Это выдумка. Это старый обряд, старая тряпка. Молись одним, двумя или тремя, Господь не запрещает. Нигде этого нету, нигде-то. Я ему враг до пятого колена. Он этого никак не просит, потому что на этом все. Я говорю, вот вы что собираетесь, молитесь, ненавидите. В ненависти Бог не принимает ничего. Я им лютый враг. Это хорошо, что они еще не покусились. Он мог кинуться на меня. А друг на друга-то они бросают. Это Бог просто охранил меня. У них это даже ни за что считается. У них, он говорит, братья приезжают. Рассказывает, Петя шел, они там два брата, его там кто. Били, говорит, ну что, может оставим его для покаяния. Родные братья. Чуть не уходя, коли. Ну я-то знаю. А там он сказал, поехали. Это центр у них, белая крыльница. И старых садов почки, говорят, и что там отбили. Одно слово не так, скажи только. А я-то не одно слово. Я вообще все старое братье ставлю на уровень неведения Слова Божия. Хотя я признаю их за церковь. Они мне никогда этого не простят. Как и Московская Патриархия. Я говорю, монаши, это главное зло было, которое в том виде, как есть. Большего зла никто не придется. Они никогда мне этого не простят. Почему? Потому что они сделали обратный отток лучших людей в монастырь и уходили в песок. А надо идти по милу и благовествию. Что непонятно-то? Мусульмане научат. Мусульмане учат не как я. Что интересно, поставили сейчас в турке фильм «Манкурт», о котором я говорил. Жутко смотреть. Вот они как берут в плен, скачет конница, весь до горизонта конница-то. Ну и плен, что ясно делал, налетели, люди на поле были. Ну и теперь вот эти палки, как китайцы делают, все их. Теперь бреют и бреют ему голову, чтобы нигде ничего не было такое. Рядом верблюда валят, режут шкуру ему, натягивают на голову, и теперь они на солнце задыхаются. И экзамен. Кто живет? Этот пропал, этот пропал. Этот крепкий еще живет. Вот так. А как тебя звать? Вот все, уже мозги у него ушли. Все. Так, дай ему маленько пить. Это самый Манкурт. И теперь он так будет. И хотя мать его искала, по всему миру нашла, и она перед ним какая-то вещь домашняя, она этой вещи трясет, ну это вспомни, вспомни. И он не может и как-то видоселиться-селиться, турки поставить. Не может вспомнить, что это. Он говорит, я мама твоя, он не понимает, что такое мама. И кто-то сказал, что приходит женщина, а она спряталась. Ему сказали, а она пришла, чтобы шапочку снять с себя, через которую волосы проросли. И когда она пришла, из лука в ней убила. Ты видела? Это смотреть страшно. А слово Манкурт ввел в обиход очень гизать матов, его никто не знал. Это люди, делающие самую тяжелую, страшную работу без мозгов. Это сделали Манкуртами везде. В государстве, в церквах, чтобы совершенно не думал. Человек мыслящий, старообрячности вообще неприемлем. Совершенно. С ним никто разговаривать не будет. Вот меня вызвали. За мной специально люди приехали в Искитим. Я там живу. Приехал, откуда меня жаловался отец Павел Морозов. Ну, наш отец Трофим стоит рядом. Ну, тот протоиерея, это иерей. Я сразу подхожу к отцу Павлу кланяюсь. В ноги упасть надо, подняться. Он не благословляет. А я не знаю, кто-то за мной послал, он меня не знает. Я тогда к отцу Трофиму. Мой священник растерялся, ну, он старший. Его не благословляет, я уже не могу. То есть, благодать все сразу отошла от него. Вот они как со мной разговаривали. Теперь я говорю, во что я верю? А люди сидят и записывают. Некоторые мне записали. Меня дорогой догоняют и говорят, дайте нам, что вы сказали. Они любопытные есть, живые, но они не знают Слова Божия. Уже они меня догоняют и ко мне в Искитим приехали. Еще раз повторите, что вы сказали. Душа загорелась. Они не знают Бога. Они его совсем не знают. И вот эта наша встреча была для меня смертельный приговор мне. Сразу же жалоба была и про Баптиста, потом все налгал. Но Бог как делает? Ко мне прикасаться нельзя. Это самый популярный, близко его знал Одежда Васильевна. Он ее там в монашество, там все эти, в детстве. Она его любила, не знаю как. Все отнято от него. Его отлучили и все прочее. Как есть такая картина у Репина, не замай, не трожь. А я остался к соробряцам в самое дружественное отношение. И кто бы ни приезжали, ну вот одна вера. Они православные, но люди не знающие Слова Божия. А что знают, так это через Никонянскую перевод. У них своего ничего нет. То нельзя считать Никонянской двери, а с одним не написали. Тут все, ход-то один только. Знаете, что мы забыли еще, о чем обговорить с этим письмом-то? Забыли обговорить, когда горку устроить. Надо было договориться. Сегодня говорили. Говорили, но плохо. Гореметишки говорили, а горка будет сегодня. Сегодня нет. Мы члены друг друга. Дети, это члены наши. И обязаны были сделать. Созвони, если это не трудно. Но придется... Позвонить, Бог сидит рядом. Вася, слушай внимательно. Надо прийти, делай горку. Не понял? А от мухи уехали, да? Их не было сегодня. Что-то мы сегодня не проговорили. Нет, нет, не воню. Костя был в тот вас. Давай еще вместо писания. Почитаем. И толкование заканчивается такими словами. Если я, говорит Бог, не отнимаю благодати своей, то кто ты, уничижающий, имеющего дарование? Имеющего дарование. А который не имеет дарования, он все время старается унизить его. Чтобы он был такой же. Устанавливаться абсолютно не терпят, чтобы на уровень кто-то встал или выдавался вперед. Это уже смертный приговор. Только позади это может идти. Никак. Поэтому никому никогда не позволяет стать рядом с них и разговаривать. И вдруг я разбираю ответы на вопросы Адриана. И показываю, что из 60 вопросов, он кажется, 4 правильно только ответил. Проценты совсем незначительные. Он как будто в писании нет. Как будто в руках Библию не держал. Это глава их, как назовем, первосвятитель. Вот и все. Седьмой стих. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении. Есть служение и дарование, особенное в чине церковном. Каково служение семи дьяконов. Но здесь под именем служения, разумей, вообще всякое духовное дело. Какое, говорит, получил ты служение, в исправлении того пребывай. Это слово должно приложить здесь. Пребывай. Не ищи чего-либо большего. И не превозносись пред другим. А будь доволен тем, что получил. Если принять служение в общем смысле, то далее перечисляются виды его. Если же, разумеется, служение особенное, дьяконское, то заметь, как сперва упомянул о низшем, а потом положил высшее. То есть учение, не наблюдая порядка, и тем самым получая нас не гордиться, и не превозноситься тем, что касается нам высшим. Ну, опять говорится об одном и том же. Не превозноситься. То есть все мы члены друг к другу. И даже малый член для большего. И больше для малого. Что мы сейчас видим? У нас все стало с ног на голову, и стало белое, черным. Говорится. Почему? Тот самый человек, брат, которого служение и дарование выше всего, то есть самый большой, это епископ, надзиратель церкви, он становится князем. О чем Христос прямыми словами сказал. Кто хочет быть первым, стань последним. И кто хочет быть хозяином, стань сначала рабом. Для других. Мы видим здесь уже не только староблятцев. Мы видим здесь уже и в любую церковь практически. Именно почему-то такое вошло. Ну, через Византию, опять же через императоров, через поклонения. А я думаю, что здесь язычество замешано. Как вот был пантеон богов у римлян, у греков. Но вот у римлян стал еще император. И император, ему приносили жертву первому, как сыну бога, ну или просто богу называли. То есть император, он был в ряду богов всех. То есть ему поклонялись как высшему, тому, кто вершит жизнь и смерть. Вот в чем дело. И до такой степени это подобострастие, лизоблюдство вошло в наши клетки, в нашего организма вот этого тленного, что даже церковь не смогла это от себя стряхнуть. Я вот спрошу кого-нибудь из вас тут, кто знает Писание хорошо. Верующий может хвалиться или нет? Хвалящийся хвалить Господом. Хвалящийся хвалить Господом написано. Правильно. А как? Именно Господом? Что я знаю, что Бог хороший, Бог добрый. Я знаю его. Хвалящийся хвалить Господом. Как именно? Что знаю его, да? Да не только это. Ну как знаешь, через что-то надо знать. Ну хорошо, Богачев. Юрий Богачев. Заслуженный артист СССР. Когда он обратился и дальше о себе рассказывает. Вот он выступает и говорит. Я стал говорить, вот Бог мне дал. Брат один подошел за рубежом где-то там. И говорит, Бог дал, Бог дал. Но это твой труд, тебе Бог дал. И что-то подчеркивает. Это твое стихотворение, автор подписывает. Но я в преде-то достал так и говорить. Выходить, знаете, вот мне стихотворение Бог дал. Я его вот написал и вот говорю, и даже на музыку положили, и сейчас поют. Бог дал. А подошел в это время один человек и говорит. Индейцем. Индейское общество. А зачем вы говорите неправду? Это песнопение уже сто с лишним лет, говорит. Эти же слова и этот мотив. Я говорю, знать не знаю. Ну, тогда махнул рукой и весь зал запел. Зал-то за одну секунду не научишь. Ну и все, я говорю, смотрю, говорит, и мотив тот же. Слова его переводят, то же самое. Вот так. Через столетия Бог дает тоже повторить. Но оно Божье. Хвалящееся хвались Господом. Вот. Ты смог это. Это потому что Бог дал. Бог дал память. Бог дал талант. Вот я ни разу никого не спросил, какой у меня талант. Я все время спрашиваю у Бога. А у меня многие спрашивают. Вот я живу, ну, хожу, работаю. А какой у меня талант? Может быть, у меня зарытый. Я даже не понимаю, как это можно спрашивать у человека. Ну, я говорю, а как вы в церкви понимаете? Ну, вот это вот у нее талант, тут она уборщится, талант у нее убирать. А вот другая вот она легендует, третья поет, мудрой талант рожать ребятишек. Да это любая крыса делает, пищит и рожает. Ну, неужели я эти дары имел, апостол, в виду? Какой именно дар для пользы ближнего? Павел говорит, простите, дары для пользы ближнего. Не может это сказать. Я никогда вопрос на это не ставил. Почему? Он во мне, этот талант стал проявляться, через одну минуту к нему обратился. Я сразу пришел и стал сказать. Благодать проповеди, благовестие, спасение во Христе, притом даром. Даром, на дармовщинку все вы хотите, это православное уже. Ну, слово даром спасение для старобряцев это неприемлемо. А я говорил об этом, а меня долбят. Это мой талант, а меня заставили зарыть его, молчать. Я не могу молчать, я усиливаюсь, внутри как огонь разлитый. Бесполезное дело. Я говорю, да это Иеремия сказал-то. Ты чего вы? Я повторил-то. Нет, вы это к себе берете, гордый. Понимаешь? Мы не можем найти по пустякам даже единодушие. А с кем мы находим единодушие? Всем, кто любит Слово Божие. Ты мне не изъясняйся в любви. Покажи, что любишь Христа, Слово Божие. Ты мне друг и брат. А если ты его зазираешь, мы сразу... Ты только на своем настаиваешь. Я-то в аптестам говорю, деяния 14.23. Бог ежедневно спасаемых прилагал к церкви. Зачем их прилагать, когда можно спасать, а 2-3 уже где-то? А что вы на своем настаиваете? Я говорю, Павел сказал. И все, кому бы я ни сказал, все отвечают мне одинаково. А вы только на своем настаиваете. Но я тебе прочитал местописание. Ты дай мне опровержение местописания. Нет. Они так не разговаривали. Я ничего не могу сделать-то. Потому что они не знают Писания. И он всех гребет под себя, как будучи неодаренным. А почему? Они боятся друг друга. Вот твой муж. Я с ним хожу всю зиму, занимаюсь. С одним человеком, чтобы заниматься и ездить чуть не ежедневно, только с ее мужем. Он все знает теперь. А он проповедник. У баптистов. Его дьяконов избрали. Но он рвется при сетерах, его не избирает. Почему? Жена подгадила. И он мне говорит, ты мне всю семью разрушил, а дети рожаются, рожаются за одним. Семерых она принесла, так? Шестерых. 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 Вот это не будут считать. Зачем вы решаете за считателей? Вы напечатаете-то. Напечатали. Как лавина. Пошли вопросы. А что этот человек еще будет печатать? И на радио. Зачем вы беретесь рассуждать о невидимом состоянии людей? Вы же не знаете. Она решает. Вот это у нас так не принято, у журналистов. А надо вот так. Наобо мне эту передачу ставят Шубины. Он в детстве видел такой снах, закованный в кольчугу, как я борюсь там с иноземцем. Я говорю, ты откуда там все берешься? Я ни одного сна не видел. Я во сне воробьем залил, да суцников ловил. То, что наиво у меня было. Ну, я же писатель, как в Черкасов там был. Я должен написать. Я в кольчугу, звенящие мечи. Я ни разу такого сна не видел. Я видел, как я убегаю от меча. Видел. Я никогда во сне не воевал. Я только убегал. Может, потому и живу. Утром встану. Новые носки почти все рваные. И больше нигде не беру. Только спать. И скажи, носки за носками встают. Дырка на дырке на носках. Бегу. Я то в Конго, то в Канаде. То бежу, меня сосватывали в Дании. Что вы? Помолодая. Откуда она взялась? Держу строение датское. Откуда ты взялась-то где-то? Да кому же, говорит, женились? Понятия не имею. Я пошел в сторону. Мне говорят, нехорошо жену бросать. Я говорю, глаза первый раз вижу. С чего вы уберете-то это? А то меня в Конго избрали президентом. Говорю речь. Но там смутно меня сбросили, как каддафи. И вдруг я оказался на мосту, где ходили на прогулку. Там речь. Говорю по-английски. Говорю, а сам английский-то два слова не свяжу. Ну что, может, закончим на сегодня? Да поедем. Да, мы сейчас поедем к брату Виктору. Только что машину отпустили. Никита приезжал. Знаете, Слово Божие надо изучать. Я первое время обольщался больше, чем сейчас. Теперь я знаю, они не принимают. Мне казалось, если я сейчас вот приду и буду проповедовать Слово Божие, и они его полюбят, еще подобного. Как забавный гуслец. Так смотрят на это. А что ты с Библией носишься, как баптист? Со своей Библией. Да она не моя, она Божья. У нас это не принято. Как православная. Я говорю, Бог и Его. Я, говорит, в храм хожу 10 лет, никогда этого слова не слышала. Меня одна пишет. Правильно не слышала. А старая обрядка, говорит, это что, прости Господь, это не чистый дух, так называется. Это богохульники. Они не знают ни Писания, ничего нет. Как страшно для них. Я говорю, общаясь с людьми. И только при общении узнаешь бездна, какая открывается в них. Он добрый, он принимает. Ты не знаешь, что за этим последствуется, если ты ему живое евангельское слово представишь. Там такие клыки покажутся, как у вепря дикого. На мне все зубы ломают. Чего меня было гнать в советской власти? Я не против власти. Чего они меня гнали-то? Вот сейчас этот Скуратовский-то вышел и говорит, Игнать Еханец, какой вы популярны на Западе здесь, говорит, среди сектантов. Баптисты, говорит, вас уважают очень. А за что? Библию любите. Он только что появился. И мне такие слова, говорит, и я верю. Потому что Слово Божие, оно находит возрожденные души. Тогда вопрос, что, по-твоему, баптисты возрожденные, православные не возрожденные? Именно так. Да какой же это православный-то? Но православные в церкви, они не в церкви. Вот нонсенс-то в чем. Видишь как? Должно быть, говорит, что? Вера от слышания. От слышания-то от слова Божия, не от батькиных слов. Они этого не знают. Я настолько много знал со свят с адвентистами седьмого дня, и скажу у них, как много хорошего. Это люди очень сильные духом своим. Но, вы сами знаете, да как говорят, а мы называемся адвентисты, адвентус, пришествие. Это мы адвентисты. Первого дня недели. Не седьмого дня, а первого. Мы ждем пришествия Христа. Чай и воскресенье мертвых. Пришествие Его. Я чаю. А воскресенье при Его воскресенье. Александр Иванович говорит, когда был там в лагере-то. Ну, один старовер тоже ходил, и мы считаем, чай и воскресенье мертвых. Он говорит, видишь, вот сейчас запрещают чай пить у нас. Говорит, запретный. А Христот придет, чай будут подавать. Я говорю, это ожидаю. Нет, говорит, тут прямо написано чаю. При воскресенье мертвых всем чаю будут подавать. Ну, Арда-то пишет, когда поют в церкви, отложим по печенью. Я говорю, лежу там шебуршаться. Я спрашиваю, а что такое? Они только пили печенье, отложим по печенью. По одной печенюшке перекладывают. Все по одной подходят в церкви. Православные. Отложим по печенью, они откладывают. Все по пению. Яков же написано. Надо учить. Я в коже. Гордиться некогда будет. Гордиться можно, когда ты на своих дрожжах сидишь. А когда тебя поддевают на рога, перекидывают из огня до полымя, тебе некогда гордиться будет. Меня когда спрашивают, а не гордишься, я говорю, я уже десятое дело делаю после этого. Мне гордиться абсолютно некогда. Я сейчас раскинул вместе, у меня открыто одновременно десять окон в интернете. Откуда что перенести? Одно ужимается, другое ставится. Третье надо на Mail.ru. И все это записываю. Там голова расколется. Как Гена Яковлев говорит, голова квадратная делается. Ну, это мой труд. А гордиться. Дурью не мать, давай занимайся. Бери. Подыскивается под меня, гордость ищет. Ты гордишься неделанием ничего. Что ты ничего не делаешь, ты не виновен. А в мирской поговорке люди тоже знают, заключенные говорят, не ошибается, кто ничего не делает. Нам не такой устав, не такой лагерь, не такая община. Не такой. Я соглашаюсь. Но какой ты покажи. Как батюшка. Не такой священник. Он говорит, покажите, где такое, я поеду. Я не такой, я соглашаюсь. Ну, покажите, я поеду. Ничего не показывает. Значит, одно бурчание. Бурчание непрерывное. А вот это и есть ропот. Братья не сядут, идти друг на друга. Это непрерывное сядут. Вот судья стоит у дверей. Вот у меня, кто были на занятиях, я их никогда никого не упоминаю. Это к слову пришлось. Потому что, ну, еще все свербит и дымится. У них там ни одного занятия нет, ни одного занятия, чтобы он меня не трогал. Я говорю, при чем тут я? А заедает. Все время заедает. Потому что я стою в той свободе, которой все завидуют. Ты скажи это, даже адвентисты говорят, ты узнал сейчас. Они не могут сказать, они бы это, так меня сразу отлучат. А чего тебя отлучат-то, когда они секта? Ты радуйся, ты православным будешь. Что бы ты сделал, будь патриархом. Я вам скажу, вы прятаться начнете. Баптистских учителей тысячу поставил бы в один день. Которые дали бы подпись, что не будут трогать православную догматику. А православные, они негодные. Они никуда не годные. Они начнут сейчас мощи опять. Мощи, вся мощь в мощах. Живого, евангельского Бога, живой евангельской веры не знают православные. Не знают до самого верха. А Павел говорит, желая, чтобы были в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, не за православную. Что тут непонятно. Нам евангельская вера даже понюхать не дали эти монахи, которые пришли с князем Владимиром. Они принесли нам монашеское, церковное, литургийное. И оно все нужно. Но оно не на первом месте. На литургии это оглашенных. Мы все время в оглашенных должны стоять, потому что Бога не знают люди. Поэтому я, конечно, на этом фоне оригинально выгляжу. Просто куда лучше-то. Ну а внутренний мир, ты его судить не можешь, ты его не знаешь. А это судит именно внутренний мир, все места Писания взял. Я согласился, я принял. А ты написал, ничего не принял. Тебе какая польза от этого? Ты еще больше захряс в этом. Мы поедем, а кто-то не поедет. У кого наказы есть, скажите, так, Виктор Андреевич? Поклон передайте. Скажите, что мы всем болимся. Я думаю, его записать. Вся раз не договорился, он заотнекивался. Я говорю, сделай, чтобы молодые были дома. Расскажешь, как ты к Богу обратился. Это на память останется. Таких, как Виктор Андреевич, поискать надо. Хотя люди в нем находят. Я побыл, ой-ой-ой, вот такой там, другой дух. Боже, милости, будь мне грешным. Создавай мне, Господи, помилуй меня. Обесчиславься, грешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. За молитвы святые хотят наши, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй нас. Аминь. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресны во веки веков. Аминь. Господи, слава Тебе за эту встречу. За Твои обличения, наставления, за все Тебе хвала. Посети нищих, сиродов и одиноких, и врагов наших. Пролей на них милость. Никому не дай опоздавшим быть или погибшим. И благослей брата Виктора болящего и наш приход к нему. Сохрани это место для пользы душ наших. Научи нас за все благодарить и славить Твое всесчастное имя. Аминь. Господи, прими нашу молитву воззиание рук, как жертву вечернюю. Благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, Владыка, услыши молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву, а всех заповедавших нам молиться о них. Тебе хвала, слава, счастье, поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и слышит раб Твой. Говори, Господи, Владыка, слушает и слышит раб Твой.